Здравствуйте, Слав. Приветствую тебя. Здравствуйте. Ну, расскажи, как твое мнение по поводу Дня Петербургского инвестора. Ну, мероприятие неплохое. В основном, конечно, скорее всего, ориентировано на совсем начинающих инвесторов. В этот раз оно поменяло площадку, поменялся немного формат. Теперь вместо многих площадок только единая площадка, где выступает один спикер в формате стендапа здесь и много зрителей. Мероприятие, конечно, массовое, но информация в основном, как я уже сказал, ориентирована на начинающих инвесторов, чтобы показать им правильный путь, как правильно инвесторов. Десятилетия идут, а у нас все начинающие, начинающие, начинающие. Да, российский рынок у нас, конечно, не совсем еще развит. Не многие вообще знают о его существовании, о том, что можно зарабатывать, инвестировать. И здесь, в этом мире, опять как раз на это направлено, показывать все возможности финансового рынка. А что можно покупать, когда покупать, как покупать, сколько. Поприсутствовал на первом вступлении трейдера Александра Изякова, легендарный трейдер, частный. Рассказывал про свою стратегию, о том, как он зарабатывает на фьючерсах, потому что нужно минимум убытков, максимум прибыли. То есть все логично, никаких противоречий нет. Ну да, если так делать, то все деньги мира твои. Это про это он и рассказывал, то, что можно просто... Ну как, ФРС он кредитует возможности... Почему так плохо мы в России живем, если у нас есть Александр Изяков? Могу России выделить там триллион долларов на генеральную реконструкцию? Мне кажется, на одного Александра Изякова приходится сто не Александров, которые, к сожалению, не добиваются таких больших успехов, а получают убытки. А сам Александр должен уже завалиться деньгами? Ну, он рассказывал, что в начале пути ему повезло, и потом он начал все анализировать, поймать, где он допустил ошибки, где стоит, там, как изменить свою стратегию, там, чтобы поменять. Но блоге им просто вначале не везет, и поэтому обижается. Плюс он занимается высокорисковым трейдингом, интродэй, я... У меня немного другой подход, поэтому так немного скептически относился ко всему, лучше сказанному. Также здесь, на дне петербургского места представлены различные брокеры, которые рекламируют свои услуги. Ну, как тебе ощущения в целом от мероприятия? И то, что оно для новичков, но ты как-то чувствуешь, что ты перерос, да, уже от такого формата мероприятия? Ну, также интересно, как место встречи для знакомых трейдеров, с ними пообщаться, поделиться. Да, как тусовка, то есть, со своим мнением о рынке, о том, какой виденье рынка, какой виденье ситуации, что ожидать дальше, какие успехи у каждого из трейдеров в настоящий момент. Ну, а вот если из темы тусовки, какие у тебя успехи, ради интереса? Расскажи, сегодня у нас 1 июня 2019 года, ну, что у нас к этому моменту? Ну, в принципе, успехи есть, как у меня, портфель институт. На публику, да, это видео, публичное, так скажем? Портфель, наверное, растет вместе с рынком. Постоянно его пополняю, в принципе, все хорошо. В принципе, я доволен тем, что сейчас происходит с моим портфелем. Результаты показывают. Напомни, вместе с рынком, в том плане, что он немножко отстает от рынка или вместе прям ты не отстаешь от рынка? Раньше я даже опережал рынок, но в последнее время, когда пошли дивидендные отсечки, когда пошла торговая война с Китаем, более жесткая, Америки. Так как у меня в портфеле есть определенная доля ETF, это в основном Китай, Америка, IT рынок, эта часть портфеля существенно просела, в то время, как российский рынок рос. И в последние недели, поэтому я немножко отстал от рынка, но, тем не менее, все хорошо, я ориентируюсь на долгосрочную перспективу и краткосрочные неудачи меня особо расстраивают, в принципе, я. Отставание там критичное, можно сказать, в процентах от динамики рынка ты за последний месяц? В процентах. У меня была дельта 3% к рынку, сейчас я на уровне рынка. То есть у тебя был альфа-коэффициент выше единицы, а сейчас он где-то около единицы, да, в крайней мере, получается? Да, все верно. Ну так, я скажу, много их встречал, инвесторов и трейдеров, кто искатели альфа-высокой, но стабильная альфа на единицы. Я лично считаю, что успех это даже если у инвестора альфа-коэффициент 0.9 к рынку, 0.9, потому что ведь же мы не можем себя напрямую сравнивать с индексом, индекс не платит брокерские комиссии. Да, все верно. Ну и плюс у меня не вся 100% в акциях, то есть у меня на данный момент лимит 70% в акциях, остальная часть у меня есть и облигации федерального взаима. И да, тем более, если у тебя лимит не больше 100%, то дельты и единицы, ну, тяжело добиваться, да, то есть получается у тебя ретабельность капитала неплохая, по-прежнему. То есть если смотреть исключительно по тому, как работает мой портфель из акций, сравнивать с индексом, то он показывает лучший доход. А сам портфель в основном из индексом на уровне? Ну, давай так, разобьем эту тему, никогда не спрашивал тебя. Ну, давай вот так, знаю, ты в рейнкинге с 2015 года и, в принципе, всегда из самого начала показывал такие достаточно стабильные результаты. Вот. В чем секрет стабильности? Секрет в том, что... Именно, можно, да, вот так, по дельте к рынку и по альфе. По-прежнему, это дисциплина, наверное, это постоянные ребалансировки, это еженедельная выработка стратегии, когда проводить ребалансировку, раз в неделю, два раза в неделю. И постоянно пополнять свой портфель и за динамика рынка вовремя сокращать лимиты. Ну, пополнение портфеля, ты же их не учитываешь как доход, а? Они у тебя очищаются, правильно? Они просто влияют на размер денежного потока, на дельту и рентабельность не влияют. Это влияет на эмоциональное состояние. Когда ты видишь, что у тебя там прибыль 50 рублей в день, ну, несерьезно относится. А когда портфель становится больше и уже прибыль по несколько десятков тысяч рублей в день, ты уже начинаешь серьезно относиться к рынку и к своему портфелю. Ты понимаешь, что это твой большой капитал, которому нужно внимание определенное, и поэтому так происходит. Ну да, и сам по себе капитал это же все-таки какая-то свобода, то, что он есть. Я уже не говорю про то, что он работает, просто он сам по себе есть и он уже определяет некоторую страховку жизни, правильно? Все верно, да. Именно эта цель у меня не нужна для формирования моего лица на портфеле, это такая капитал на будущее. Хорошо, спасибо. Пожалуйста.